здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая да мне смешно и у вас тоже сейчас это вызовет улыбку вот у меня только в руках один горшочек завернутый в пакет самый обыкновенный зачем он здесь сейчас узнаете получив от вас огромное количество комментариев и звонков на горячей линии у нас когда я написала и сказала что я посеяла капусту луки и дайконы над моей третьей грядки которые в центре теплиц находятся не крайние у вас вот такие крайние да и вот такой проходик посредине а у меня вот такие крайние два прохода вот таких еще вот такая грядка посредине я посеяла там да все оттаяло все прекрасно просто и земля достаточно не холодная но ведь у нас правда есть же такие регионы где не только снег не сошел они оттаивают почва в теплицах потому что вот эти грядки с этой узким проходом они не оттаивают потому что видимо ну не хватает столько тепла и света мои маленькие да а ваши большие нет и что же делать не сеять что ли вот об этом речь давайте попробуем вот тот метод который я предлагаю значит посев через холодильник что это значит да это все очень просто вот вам контейнер для капусты сюда войдет ну по-хорошему 10 9 растений 9 растений позднеспелой капусты 9 это вот такие вилки неподъемные это вот такой бачок соленой капусты значит если у вас большая семья вам надо три бочка значит три контейнера по девять штук выбирайте вот если вы будете бы сеяли бы даже в конце марта и выбрали бы там белорусскую позднюю московскую позднюю мегатон это вот такие вилки по 15 килограмм поэтому вы можете сеять когда угодно но как это сделать правильно а правильно это вот так разложили семечки прикрыли почвой а теперь делаем вот так пока не взойдет убираем холодильник на ту полку где наибольшая температура не наименьшая не 6 градусов а где 10 градусов этого достаточно так же как на даче в теплице особенно ночью все поставили в холодильник каждый день залезаем открываем никого нет открываем боже мой появились петельки вот петельки это вот такие вот штучки беленькие вот как только появились петельки мы ждем все закрываем завязываем и ждем до завтра до утра а завтра утром мы берем эти горшочки наши контейнеры горшки я не люблю говорить горшочки мы берем их да и вот таким образом убираем на прохладный балкон не на теплое окно нет прохладного окна но нет если вы только картоном или бумагой плотной не отделите от комнаты это окно там все равно будет тепло и капуста будет вот такая вытянется и и не надо пикировать с ней ничего не надо делать ваша задача посеять и вынести на на прохладный балкон это уже утро дать возможность ей взойти вечером когда солнышко садится завязываем но уже не плотно около горшка а вот так вот и убираем в холодильник на ночь утром развязываем аккуратненько ничего не сломал и на прохладный балкон и так до тех пор пока в вашей теплице или парнике или в садовом домике не установится до днем нужно хотя бы 16 градусов а ночью пусть будет 8 градусов даже 6 плюс ничего страшного тогда капуста будет толстая и крепкая пикировать ее не надо услышите меня пожалуйста хотите посеете каждую в стаканчик но все-таки температурный режим вот в разы важнее чем все остальные здесь ее можно подгрести можно контейнер выбрать побольше но по высоте вы должны понимать что корневая система у нее должна тоже войти и сеять надо все виды капуст супер позднее просто позднее средне позднее средние как там у нас забыла уже да ультра ранние просто ранние средне ранние то есть в мы сеем все в один день зачем нам ранее капуста нужно на еду но почему я должен сеять в мае то вы мне кто-нибудь объясните я капусту хочу уже в конце мая скоростелки поесть зачем я буду бегать на рынок есть вон золотая ранняя господи боже мой савойская капуста есть там зеленые вершины там все эти наши замечательные ранние подарки и так далее вот поэтому 7 в один день а вот капусты пекинские китайские листовые это прямым посевом в грунт середина мая вот цветные капусты пекинки и китайки они не очень любят холодный посев поэтому где-то середина мая но и жару они тоже не очень полюбят а после посева на грядке естественно опудрите табачной пылью можете тонким укровным прикрыть это от того чтобы мошка листобложки все не съели ваши листики капусты как только листик весь будет посеченный она пропадет потому что нет зеленых клеток мошка все высосало я вам желаю успеха всего доброго вам и до свидания